Обсуждение. Анциферов Федоров Владимирович, основатель платформы интернета вещей Common Spot. Добрый день, коллеги, с праздником всех, с новым днем международного интернета вещей. Я немного приземлю тему, да, несмотря на то, что блокчейн, чтобы умные контракты заключать, нужны все-таки каналы связи, в том числе для умных устройств. Чтобы проиллюстрировать немного, насколько сложны гиперфизические системы, даже все уже посмотрели последнюю посадку SpaceX. Вот верхняя фотография – это центр управления полетами SpaceX, Илон Маска. А на нижней фотографии – это разводка кобелей в лайнере Superjet сухого. Даже когда мы соединяем все проводами, большие проблемы часто возникают при соединении устройств. При соединении беспроводных устройств проблем, как правило, еще больше. И мы понимаем, что основная здесь проблема – это многообразие протоколов и стандартов. Это один из основных барьеров наряду с вопросами безопасности и энергопитания. Огромное количество различных альянсов, здесь, конечно, еще не все показаны, которые занимаются стандартизацией различных протоколов и проводных, и беспроводных по соединению устройств ниже собой. Не пугайтесь, этот слайд не для проверки зрения, это так, чтобы показать, что даже достаточно известных протоколов довольно много. Мы вот на нашем блоге на GeekTimes сделали такой небольшой обзор. Если организатор зашит потом, там внизу ссылочка есть, по протоколам дальнего радиуса действия и ближнего радиуса действия, соответственно, две таблички. Там можно поподробнее почитать будет про это. Что хочется сказать, вот коротко, чтобы не нарушать регламент. Пока наши большие компании, крупные мобильные операторы ждали, может сказать, даже какое-то время спали, думали, какая модель интернета вещей, где деньги, кто им будет платить, образовалось довольно много стартапов, молодых компаний, молодых альянсов, которые стали развивать свои сети. Ну, это вот, например, Лора Альянс, наверное, многие знают, Сигфокс, штаб-квартира во Франции уже охватил довольно большую территорию мира своей сетью. В России есть компания Лейс представляет Лора Альянс, например, и компания Стриж Телематика развивает свою сеть интернета вещей. Ну, в какой-то момент мобильные операторы очнулись, и с 13-го релиза уже запланированы достаточно серьезные изменения, которые вот они уже с марта начинают происходить этого года. Потом 14-й релиз, там еще больше изменений. И они заявляют, что проблема проникновения сигналов в городской застройке, проблема энергопитания и проблема стоимости, разворачивания и стоимости одного модуля, они в ближайшее время решат. То есть, все это будет на уровне вот этих предыдущих стандартов, о которых я говорил. Ну, это связано там и с надеждами на 5G, и с надеждами на Narrowband LTE. Так вот, нам, соответственно, предстоит посмотреть, кто же победит, как обычно. То ли большие монстры, инозавры, то ли те, кто сможет быстро адаптироваться к окружающей среде. Спасибо. Спасибо.